Намасте друзья! Каждая поза компенсируется с дыханием. И каждая поза компенсируется следующей. Мы чередуем прогибы, наклоны, силовые позы, гибкостные. Поэтому все тело разогревается, пробуждается, оздоравливается комплексно и гармонично. Пожалуйста, учитесь, практикуйте вместе со мной. Встаем в начало коврика, ладони соединяем у груди и на вдохе вытягиваемся. Затем уводим руки за линию ушей, таз толкаем вперед. Это движение мы выполняем на долгом глубоком вдохе. Либо фиксируем несколько дыхательных циклов. С выдохом уходим в наклон с вытянутой спиной. Мы стремимся прижать нижние ребра к бедрам. И если необходимо, подгибаем колени, чтобы образовалась складка между животом, подтянутым и бедрами. Шея расслаблена. С очередным вдохом делаем широкий шаг правой ногой назад. Мягко опускаем колено на пол и угол в левом колене должен быть 90 градусов. Не заострять, не поднимать левую пятку от пола. Если угол оказался более острый, чем 90 градусов, отодвиньте правую ногу дальше по коврику. Кончики пальцев по обе стороны от левой стопы мы вытягиваем спину и стараемся опустить таз как можно ниже к полу. С выдохом отшагиваем левой ногой. В этой последовательности стопы мы соединяем вместе и стараемся как можно глубже провалиться в плечах, потянуться макушкой к полу, чтобы хорошенечко растянуть грудной отдел позвоночника, плечи. Следующий вдох мы выходим в планку. Не провисаем в пояснице и в плечах. В данном случае мы стремимся сделать силовую планку. Пространство между лопатками и поясницу направляем в потолок. На выдохе аштанга намаскар асана. Ладони на пол, колени на пол, плечи подаем вперед, изгибая руки в локтях, опускаем на пол грудную клетку и подбородок. Если сил в руках нет и не получается так мягко отжаться, то можно лечь на живот. Ладони завести под плечи, упереться пальцами ног в пол и подойти коленями ближе, поднимая таз настолько высоко, насколько это возможно. Таким образом на полу остаются 8 частей тела. Стопы, колени, грудная клетка, ладони и подбородок. На вдохе пхуджангасана позой змеи или кобра. Не поднимаем таз от пола и не висим на руках. Это силовой прогиб с участием мышц спины. На выдохе снова адхамукхашванасана, собака мордой вниз, вытягиваем позвоночник после прогиба. Очередной вдох и правой ногой шагаем вперед. Если не получается сделать шаг сразу одним движением, то шагните как бы смогли и помогите одноименной правой же рукой дотянуть ногу вперед к началу коврика. Ладони или пальцы рук по обе стороны от правой стопы, угол 90 градусов в передней ноге. Мы вытягиваемся, таз проваливаем ниже к полу. Выдох, под шаг левой ногой наклон. Утанасана, вытянутая спина. Колени можно подгибать. И на долгом вдохе вытяжение, в конце вытяжения прогиб руки за линию ушей, таз толкаем вперед, прогиб комфортный, который не мешает вам жить и дышать. Соединяем руки у груди и выполняем такую же последовательность теперь на левую сторону. Вдох, прогиб через вытяжение уртвахастасана. Выдох, складываемся пополам в тазобедренных уттанасана. Вдох, левой ногой теперь отшагиваем назад, колено на пол, проваливаем таз, угол в правом колене 90 градусов. Выдох, Адхамукхашванасана, вытягиваем позвоночник. Вдох, планка. Выдох, Аштанга, Намаскарасана, 8 частей тела на полу. Вдох, таз прижали кобра, локти подсохнуты, шея свободная. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, левой ногой вперед, колено на пол, вытянулись. Выдох, подшагнули правой ногой, наклон, компенсировались. Вдох, через вытяжение прогиб уртвахастасана. Выдох, через стороны соединяем руки у груди. Намасте. Выполняем второй круг, Суринамаскар. Начинаем опять с правой ноги. Со вдохом, через вытяжение, уже более глубокий прогиб. Выдох, Уттанасана, наклон с прямой спиной. Со вдохом, правой ногой отшагиваем, колено на пол, таз ниже. Поднимаем руки и также через вытяжение выполняем прогиб. С выдохом ладони по обе стороны от левой стопы, отшаг, собака мордой вниз. Вдох, силовая планка, выдох, колени, грудь, подбородок на пол, аштанга Намаскар Асана. Вытянулись, прижали таз к полу, сильной спиной, вдох, руки только помогают. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, правой ногой шагаем вперед, левое колено на пол, вытянулись и прогнулись. На выдохе ладони по обе стороны от правой стопы, Уттанасана, наклон. На долгом вдохе вырастаем, вытягиваемся, прогибаемся. С выдохом возвращаемся в вертикальное положение, руки у груди. Не теряя дыхания, очередной вдох, прогиб, мы выполняем такую же последовательность на левую ногу. Мы стараемся дышать и одновременно синхронизировать с этим дыханием свои движения. Сколько длится вдох, столько длится движение. Сколько длится выдох, столько длится второе движение. Мы выполняем планку. Выдох, Аштанга Намаскар Асана. Прижимаем таз к полу, сильной спиной Кобра. Выдох, собака мордой вниз. Левой ногой вперед, колено правое на пол. Прогнулись, вытянулись перед этим. На выдохе подшагнули, сложились пополам в наклон. Компенсируем прогиб. Со вдохом вытягиваемся, как можно глубже уходим в прогиб. Выполняем третий круг. Вдох, Уртвахастасана. И с каждым разом наш прогиб в положении стоя все глубже и все комфортнее. Выдох, Уттанасана. Вдох, правой ногой отшагиваем назад. Нога на носочке, колено затянута. Но таз проваливаем ниже. И также уводим руки назад, за линию ушей в прогиб. С выдохом возвращаем ладони на пол, отшагиваем. Левой ногой собака мордой вниз. Планка, вдох, плечи над ладонями. Колени, грудная клетка, подбородок. Выдох, выдох, вытягиваемся. Вдох. Собака мордой вниз, уходим, выдох. Правой ногой вперед, левое колено затянуто. Вдох, таз как можно глубже, ниже к полу. Выдох, подшаг, наклон. Вдох, вытяжение, комфортный прогиб. С выдохом выпрямляемся, возвращаем руки вдоль тела. То же самое с левой ногой. Вдох, отшагивать будем на левую сторону. Выдох, наклон. Отшаг левой ногой. Колено затянуто, прямое. Вытягиваемся, прогибаемся. Глубину прогиба определяем для себя сами. Такую, в которой мы можем дышать, выполнять вдох. Компенсация, планка силовая. Колени, грудь, подбородок. Коленями можно подойти ближе. Кобра уже тоже более глубокий прогиб. Собака мордой вниз. Левая нога шагает вперед. Санчаласана. На выдохе подшаг, наклон. Уттанасана. Вдох, вытяжение, прогиб. Выдох. Возвращаемся в вертикальное положение. Таким образом, мы выполняем 3, 5, 8 кругов суринамаскар. И в конце концов, мы можем добавить некоторые свои вариации, усложнения. В данном случае, в четвертом круге, я показываю эти усложнения. Уртвахастасана с небольшой фиксацией. Наклон вперед уттанасана более глубокий. Помогаем руками притянуть корпус ближе к ногам. Колени выпрямляем. И тоже фиксируем 3-5 дыхательных циклов. Отшагиваем правой ногой назад. Опускаем колено на пол. И здесь на дыхании, на синхронизации с дыханием, я чередую две позы. Глубокая санчаласана и артха хануманасана. Одна поза компенсирует другую и прорабатывает тазобедренные суставы и мышцы ног. Разогревает их. Разогревает мышцы спины. Также на вдохе мы уходим в гибкостную позу, на прогиб. А с выдохом выходим вперед в наклон. Остаемся в прогибе. Удерживаем несколько дыхательных циклов. И с выдохом отшагиваем левой ногой назад. Собака мордой вниз. Вытягиваем позвоночник. Дотягиваем макушку до пола. Если получается, пятки тоже на полу. Со вдохом переходим в планку. И здесь я даю вариант планка на пальцах. Можно выбрать свой вариант. Например, сделать в асиштхасану боковую планку. Или планку на предплечье. Опускаем с выдохом колени грудную клетку подбородок аштанга намаскар асана. И тоже вариант усложненный и продвинутый. Поднимаем колени, грудную клетку, ноги. Можно ограничиться поднятием правой ноги, а затем левой. Если освоена поза гандхабирундасана или випарита шалабхасана, можно выполнить ее. Кобра со вдохом. Вытягиваемся. Вариант более глубокого прогиба. Тоже можно использовать подобный. Выходим собаку мордой вниз. Компенсируем прогиб наклоном, вытяжением. Подшагиваем правой ногой вперед. И теперь выполняем эту же связку на дыхании 4 раза движения. Вдох санчаласана. Выдох ардха хануманасана. Во время практики мы стараемся дышать со звуком по типу уджайи. Шипящий, шелестящий звук дыхания. Живот подтянутый. Бандхи. Мула и удьяна бандха у нас тоже под контролем. В этом случае поясница остается в полной безопасности. И наша практика является более осознанной, более внимательной, бережной к своему телу. Фиксируем прогиб. И с выдохом возвращаем руки на пол по обе стороны от правой стопы. Подшагиваем левой ногой вперед. И фиксируемся в наклоне. В данном случае я использую вариант с замком из рук за спиной. Тоже проработка плечевых суставов. Глубже вариант наклона. На вдохе вырастаем. Выполняем прогиб. И сразу после прогиба мы идем ко второй половине круга. Делаем наклон. В данном случае тоже наклон с вариациями. Это складка. Силового характера. Подводящие упражнения к стойке на руках. Со вдохом шаг левой ногой назад. Здесь я даю вариацию прогиба в санчаласане с кольцевым захватом. Вариант Экопада Раджа Капатасана. Поза Королевского Голубя. Вы можете выбирать свои варианты прогиба. Те, которые у вас освоены. Те, с которыми вы работаете. Можно выполнить эту же позу, но сделать захват не кольцевой. А за стопу доступной. Левой или правой рукой. На выдохе возвращаемся в собаку мордой вниз. Тоже как усложнение. Переходим в позу дельфина. Из позы дельфина выполняем пинчамую расану. Возвращаем стопу на пол. Поднимаем локти от пола. Переходим в планку. И аштанга Намаскар Асана. Вот здесь я даю вариант випорита шалабхасаны. Это хороший грудной и шейный прогиб. Когда грудная клетка остается на полу прижата. Мы поднимаем ноги от пола. Выпрямляем их в коленях. Вводим в прогиб. Можно выполнить вариант скорпиона. В отличие от предыдущего варианта позы стойки на подбородке. Это поза более интенсивная и более гибкостная. Компенсируем шею. Поворот головы вправо. Поворот головы влево. Выжимаем себя вверх в прогиб. Здесь я даю вариант прогиба поза лука Тханурасана. С обычным захватом и с кольцевым. Живот подтянут. И обратите внимание, что здесь нет движения катания на животе. Живот подтянут. И в пол упираются нижние ребра и подвздошные кости. Сгибая руки в локтях, подтягиваем стопы к голове, к макушке. И снова помогая себе руками, через колени выходим в собаку мордой вниз. Можно округлить спину, потянуть поясницу. Намеренно сутулиться, скруглиться. Сбросить напряжение после глубоких прогибов. Со вдохом левой ногой шагаем вперед. И такой же вариант на левую ногу. Теперь будет захват руками за правую стопу. Вытяжение. Непрерывное дыхание. Сгибаем ногу в колени. Делаем захват. Как вариант. Такая вот поза. С выдохом, с очередным возвращаем руки на пол. Подшагиваем правой ногой, остаемся в наклоне. Разгружаем поясницу. Двумя вариантами наклона. С круглой спиной сгибаем позвоночник. И с вытянутой спиной прижимаем ребра к бедрам. С круглой спиной мы делаем выдох. На вдохе мы вытягиваем позвоночник. Выдох, круглая спина. Вдох. Таким образом позвоночник очень быстро восстанавливается. Возвращаются комфортные ощущения. Даже после самых глубоких прогибов не появляется и не сохраняется никакого дискомфорта. И что самое важное, мы готовы продолжать работать дальше. В том числе и на прогибы тоже. Заканчиваем четвертый круг. Выходом в уртфатханурасану. Позу моста. Вытягиваем плечи. Затем руки переводим на поясницу. И помогаем руками вытолкнуть таз как можно дальше. Грудной прогиб. Шейный. Небольшая фиксация. Надо продышать этот прогиб. Сделать несколько дыханий. Постараться увидеть коврик позади себя. И затем соединяем руки у груди на мосты. Колени пока прямые. Таз мы продолжаем толкать вперед сильными ногами. Вытягиваем руки. Взглядом находим место, куда будем опускать ладони. И таким образом мягко переходим в позу моста уртфатханурасана. Фиксируемся несколько дыхательных циклов. Пробуем подойти руками ближе. И со вдохом поднимаемся. Продолжение следует.